Сегодня, ребятки, наш мозг на релаксе, к сожалению, не сможет побыть. Ну, надо же хоть иногда напрягаться, как говорится. Поэтому в данном ролике мы с вами пообщаемся. В чем разница между DDR4 и уже нашумевшей ту, которую так сильно некоторые ждут DDR5? Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер, минус один перекуп и, естественно, по традиции, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Погнали. Да, мы все с вами ждали, кто-то до сих пор ждет выход процессоров Inter Elder Lake S 12-го поколения, ну, потому что, скажем так, это является очередным или одним из триггеров, которые простимулируют потребление и покупку DDR5. Не все, конечно, смогут себе это позволить, я думаю, большинство нет, и, собственно, это большинству не нужно. Во-первых, явно Азлушка будет дорогой, явно ЦПшки будут дорогие, не говоря уже за видеокарточки. Но, тем не менее, когда еще будет наша возможность самим прощупать, протестировать эти планки, я думаю, мы это и сделаем. А пока что давайте взглянем в начинку, чем отличие DDR4 от DDR5, и есть ли смысл реально обновляться, потому что множество людей сейчас на DDR3, и их все устраивает. В итоге DDR5 должны появиться со скоростью 2400 МГц. Окей, некоторым из вас это может немножко назойлить в ухо, скажем, что это частота, и при этом на скорость получается 4800 Мбит в секунду. Напомню вам, что DDR4 стартовала с 1600 МГц, что на 800 как бы поменьше. Но в итоге скорость у нее составляла, естественно, 3200 Мбит в секунду. Естественно, в соответствии со спецификациями JEDEC. И отсюда выплывает логический вопрос, как так получилось, что DDR5 настолько лучше становится? Во-первых, увеличение BL предварительной выборки до 16, плюс удвоение банков памяти до 32, то есть 2 или 4 на BG. Во-вторых, поддержка более старой структуры на тех же 16 банках. Сюда же входит, естественно, обновление для каждого банка и, само собой, двухканальные модули DIMM. Теперь давайте, ребятки, немножко подробнее и расшифруем. Начнем мы с вами с длины пакета. А память, кстати, удобно чекнуть на e-каталог. На примере ADATA XPG мы с вами видим не только хорошие характеристики, но также можем сделать сравнение с более дорогой памятью. Ценники, конечно, разнятся, но не забывайте обращать внимание на все важные характеристики. Ну, в плане объема памяти, частот, таймингов и чипов. Кстати, снизу также есть график изменения цен, так что можно мониторить динамику их изменения. Следовательно, если вы ищете себе оперативную память, комплектующие и готовые решения для ПК, заходите на e-каталог, ибо он уже расширился и доступен теперь в Казахстане. Длина пакета, если мы с вами рассматриваем DDR4, мы видим, что она тождественно восьми. Да, все верно, точно такую же, как и в тройке, в DDR3. А это позволяет нам передавать до 16 байт из кэша за один раз. А вот DDR5 увеличивает это значение уже до 16, в два раза больше. Причем с поддержкой режима 32-разрядной длины. Что и в итоге позволяет нам получить до 64 байтовых строк кэша. И причем все это с помощью всего лишь одного модуля DIM, ребят. Но, ребят, для того, чтобы вы понимали, что такое длина пакета, вы должны понимать, как осуществляется сам доступ к памяти. Когда цп или кэш запрашивают новые данные, то адрес отправляется в модуль памяти, а следом в целевой банк памяти, который и содержит нужную строку. После чего располагается столбец, а если вдруг его нет, то все идет уже в следующую строку. Но не забывайте, что после каждого такого действия присутствует задержка. Затем весь столбец передается по шине памяти, но уже в этот раз со всеми пакетами. Если, ребятки, мы с вами говорим за DDR4, то пакет тождественен в цифре 8, то есть 16 байт. А вот в DDR5 пакет уже увеличен до 16 и даже 32, следовательно 64 байта. В итоге существует два пакета за один такт. Естественно, они происходят с эффективной скоростью передачи данных, даже с эффективней скоростью. Следующий параметр у нас 16N Pref Touch, он же предварительная выборка. Ну, я думаю, вы не удивитесь, если узнаете, что у DDR5 она поболее. То бишь числа 8, как было в DDR4, мы переходим до 16. Ну, в этом случае для того, чтобы не отставать от увеличенной длины пакета. В итоге, как и в DDR4, у нас с вами два массива банков памяти на канал, которые, в свою очередь, подключены через мультиплексор. А это приводит к более высокой эффективности скорости предварительной выборки. В два раза больше групп банков. DDR5 увеличила общее количество банков до 32. Это у нас в 8 группах по 4 банка. Соответственно, это увеличивает и пропускную способность, и производительность. Ну, окей, не соответственно. Может кто-то спросить, а почему? Потому что самому контроллеру памяти становится в доступе больше в самих банков. Ну, для аналогии, может быть, кому-то пригодится. Просто представьте улучшение, профит между одноранговыми и двурранговыми. Детализированное обновление банков. Если мы с вами посмотрим на DDR4, то мы увидим, что когда ячейки обновляются, они становятся ограниченными в действии. Мы не можем дать никакие инструкции ни одному из банков. А причина потому, что они все обновляются одновременно. То есть нельзя выделить что-то одно. Но, если мы смотрим на DDR5, то здесь история другая. Мы можем использовать один банк отдельно, условно говоря. В итоге происходит рост пропускной способности. Просто потому, что один и тот же банк может обновляться несколько раз. Вне зависимости от других. Двухканальные модули DIMM. Подобно мобильному аналогу, DDR5 имеет два 32-битных канала памяти на каждый DIMM. А по сравнению с DDR4, там у нас идет один канал на 64. Ну, бита, естественно. А это значит, что мы с вами начнем видеть четырехканальные конфигурации на двух модулях DIMM. То есть два канала на каждом модуле DIMM независимы друг от друга. И отдают команды отдельно. А поскольку длина пакета в предварительной выборке в два раза больше, чем в DDR4, то это и улучшает общую полосу пропускания. Как раз таки за счет увеличенного объема передачи данных на всех DIMM. Ну что, ребятки, вы еще живы? Серое вещество не вскипело? Окей, ну я думаю, что нет. Продолжаем. В этот раз интегрированная регулировка напряжения. DDR5 обладает сниженным напряжением. Это касается что VDD, что VPP. С 1.2 до 1.1 Вольта. Следовательно, потребление энергии ниже. Более того, регуляторы самого напряжения были перенесены с материнской платы на модули DIMM. Что и снизило сложность схемы. Ну и, естественно, это говорится за материнскую плату. То есть облегчили работу. Более того, DDR5 также увеличивает плотность самой памяти. Мы имеем 16 ГИК и 64 ГИК. Это диапазон. А рабочие частоты улетают до 4200 МГц. И возможно, это благодаря с помощью схемы выравнивания. С решающей обратной связью DFE. Она и устраняет отражающий шум во время выполнения высокоскоростных задач. Ну и крайне на сегодня, я вас обещаю, заканчиваю мучить. Это ECC на самом кристалле. Чтобы вы понимали, данная тема была слишком прям обмусолена. И ее, ну, может быть, если не критиковали, то очень громко обсуждали. Нужно ли это на новой памяти DDR5? Что, между прочим, образовало большую путаницу. Как между обычными потребителями энтузиастами, так и между репортерами, которые набирали информацию и выдавали, скажем так, в СМИ. Так вот, если мы с вами смотрим на обычный ECC и ECC, который находится у нас непосредственно на кристалле, то данная технология направлена на повышение производительности, что, собственно, неудивительно. Но каким образом? Она находится, или будет правильно сказать, на узлах усовершенствованного процесса. Именно таким образом все и работает. И тем самым она позволяет использовать более дешевые микросхемы DRAM. One, Die, ECC обнаруживают ошибки только в едином случае. Если они проходят в ячейке или строке, но при обновлении. В итоге, когда данные перемещаются в ЦП или кэш, и если вдруг происходит переворот или повреждение данных, извините, ECC здесь не в помощь. Фух, все, ребятки, больше вас я не мучаю. Напишите в комментариях, что вы думаете о DDR5, есть ли смысл обновляться. Ну, если так рассуждать, то я думаю, нет, потому что все дорого, как я и сказал в самом начале. Ну, если, допустим, гипотетически есть бабло и есть желание обновиться на железо, будете ли вы это делать? Мне просто очень интересно узнать, ну, скажем так, информацию сейчас, а потом сравнить с тем, ну, реальные тесты, что мы увидим на тех же Альтерлейках 12-го поколения. Затесить интересно было бы. Или, допустим, с новыми ЦПшками от AMD новой серии, плюс DDR5 и посмотреть, стоит ли оно того на самом деле. То есть, производительность там, допустим, за бакс. Когда все выйдет, я надеюсь, получится все это сделать. Мы протестируем и сделаем выводы. Но, покуда, опять же, видеокарточки сверхдорогие, не думаю, что кто-то будет обновляться аж до такой степени, если на карточку денег нет или тяжело наскрести. Ну, в общем, как-то так. У меня для вас на сегодня, ребятки, все. Надеюсь, вы услуяли информацию. Я думаю, надо будет пересмотреть еще раз. Пытался разжевать как смог, но доступно. Если получилось, хорошо. Если нет, ребятки, ну, буду стараться давать информацию еще лучше. С вами был, как всегда, Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok